Добрый день, друзья. Мы немножко задержались, так, чуточку, чуточку задержались. Но аналитики это такие люди, которым верить нельзя. Если они говорят, что придут вовремя, они никогда не более-менее приходят. Не обязательно люди, но тем не менее мы здесь. Мы здесь, у нас команда аналитиков. Это Владимир Зотов, начальник управления финансовым институтом. Банк, Урадский банк. Ираль, Альберт Курады. Дальше к нам присоединился, мне достаточно приятный сюрприз, Дмитрий Тимофеев, парламенеджер из Перми. Несколько неожиданно. Почему неожиданно? Потому что человек, который должен был вести, драпп от дискуссии. Его зовут Костя Рюшенко, он приболел. Дальше у нас есть Александр Полнер, уником партнер. Далее у нас есть звезда IT-инвестника Василий Олейник, он же управляющий. Василий, ты управляющий или аналитиком? Управляющий. Непонятно, как он затескался с аналитиком. Я очень соседа. Хорошо. И, значит, я Ангелий Верликов, и я сейчас исполняю обязанности модератора, потому что Костя Рюшенко и смог к вам приедать. Ну вот, сейчас такое краткое вступление, теперь начнем. И вот я хочу сразу задать вопрос Василию Олейнину. Я знаю, что у него язык хорошо подвешен. Да, Василий? Вот оправдались ли ваши ожидания? Это уже заканчивается май. Ожидания оправдались? Либо вы в январе рассчитывали на что-то другое, на какой-то другой сценарий? Это там микрофончик отрасли? Здравствуйте. Ожидания, я бы даже сказал, не то, что оправдались, они перевыпуклились. Конечно, сейчас тот сценарий, который идет на рынке, конечно, я его так же не ожидал. То есть были цели служения, и цели служения, в принципе, для меня была отметка 1400 по МЛП, и где-то в этом же районе ты и РТС, как с ним может быть, чуть-чуть повыше, но столь такого серьезного дальнейшего падения, на самом деле, понятно, что никто не ожидал. И даже если вспомнить начало года, конец прошлого года, большинство, даже не большинство, а все до одного аналитики делали один и тот же практик, в том числе и я, что первый квартал будет самым плохим, второй квартал будет самым лучшим. Получилось с точностью наоборот. Это всегда большинство права мы поднимаем. И, конечно, рост, когда у нас состоялся в первом квартале, поздно было уже заскакивать. И, в общем, рост этот состоялся в довольно-таки негативном внешнем фоне, когда всех попали страшилками, развалом диапазона, но в то же время именно на ожидании новых печатных денег, которые поступили чуть позже, состоялся в этот рост. И когда в феврале, январь, февраль, у нас там были дополнительные выливания денег, все поверили в рост, все аналитики стали кричать, все, идет на 2000, куча новых денег Европа предоставила порядка одного триллиона, что это будет драйвить рост и теперь на чуть ли не до конца года. И именно этот момент стал ключевым. Как только прошли программы, тот рост, который состоялся, он уже состоялся на ожидании этих новых программ, на ожидании этих новых денег. Как только рынок получил эти новые деньги, на рынке как раз состоялась коррекция, которая до сих пор идет. И сейчас, вот текущую ситуацию, если взять, рынок перепродан, не нашим, не европейским, но факторов риска на самом деле становятся все больше и больше. И никаких трайверов для ростов, кроме нового печатного станка, пока он на рынок нового печатного станка не поступит, я вообще, по крайней мере, пока не вижу. На июнь у нас два ключевых события, по крайней мере. Одну секундочку, Зурик, я переберю. Ты опережаешь, кем-нибудь, что я просил. Оправдались или не оправдаешься? А на сладенько, на сладенько. Ты удашь свой прогноз, потому что знаешь, что он очень оптимистичный, всем интересен. Ну и на сладенько, ладно? Да, ожидания все равно, как ни груди, коррекцию ждали. Я даже, на самом деле, когда мы 1040 тронули, я начал примирать портфель. Но вовремя спохватился. У меня была, да, это моя была ошибка. Вовремя спохватился. И с минимальной потерей все-таки вышел. Потому что вижу, что стихийное нападение на рынок пойдет. И пока признаков для этого ворота, по крайней мере, нет. Рынок пока не потенцилируется хотя бы неделю-две-три на каких-то отметках, ну и стаканится, я думаю, пока не стоит ничего покупать. Но я сейчас чуть попозже, в дальнейшем времени, как бы, я думаю, чуть попозже развлечим. Но тяжело сейчас, в текущей ситуации, прогнозировать и строить какие-то либо ожидания. Спасибо большое. Я вот когда объявлял аналитиков, я объявлял Александра Познера из «Уникона» партнера, он стал меня вот так толкать, говорит, я не аналитик, я генеральный директор. Извини. Вот, ну и я думаю, с твоим весом ты обязательно должен сказать, оправдались ли ожидания вашей компании и не оправдались. Безусловно, я не аналитик, я ковыжу компанию, но, тем не менее, имею мнение по рынку. Я бы ответил так. На первый квартал 2012 года ожидания не оправдались, то есть не ожидал роста в первом квартале 2012 года. Затем, наверное, можно все-таки отметить, что ожидания оправдались. Сейчас мы под закрытие первого квартала 2012 года некий рост все-таки увидели, ну и некое, может быть, слабое-слабое подобие введенного ралли также было. Сейчас, ну, ожидания по рынку негативные. Почему? Просто потому, что на рынке нет денег. Денег нет, покупать не на что, соответственно, рынок будет, наверное, еще двигаться вниз. Владимир, а вот в ставке, наверное, от рубля, они могут упасть ниже 6%? Вот на такое просто несложно ответить. Здесь, наверное, было бы здорово, если бы представитель Центробанка присутствовал, может быть, он бы смог ответить на этот вопрос. Ну, мы позовем его в другой раз. Все, спасибо большое. А, я слышал, да. Теперь я хочу дать слово нашему гостю из Перми, в общем, которому есть что сказать, оправдались ли ваши ожидания Дмитрий или не оправдались. У вас есть микрофончик, вы можете включить, кнопочку нажать, и все. Мои ожидания, ну, это сложно, как сказать, что это, что продалось, что нет. Я немножко забегу, вот, в прошлое, у нас фондовый рынок в восьмом году обвалился в пять раз, там, за пять месяцев, и я стал подробным, оптимистом, потому что все было крайне дешево. И вот в этом году у меня лично какое-то разочарование происходит. Я сейчас поясню, почему. То есть я думаю, что акции все равно очень дешевые в России, они будут расти. Наверное, я думал, что этот рост будет очень быстрым. И он, на самом деле, был довольно быстрый, он был прямой, и прямых движений на рынке не бывает. Тот же самый «Газпром», который сейчас имеет мультипликатор ПНЕ, там, два с половиной, то есть он может окупить себе прибылью буквально, там, почти за два года. Среди вот топ-500 компаний в мире по капитализации нет более дешевой компании. То есть, ну, такое расслабление говорит о том, что он, наверное, должен вырасти когда-то, да. Просто вот мой взгляд на восьмой год, когда акции провалились, он предполагал, что это падение было вызвано просто кредитными деньгами. Лейны маршин-коллов, там, у нас были Батуринские, если мы крыли, то Батурина покупала акции на заемные, Керимов. Ну, просто их смыло, и я думал, что сейчас будет нормальный рынок. Я думал, что этого не повторится, но вот последние новости о том, что Максимов, там, попал на маршин-колл с Сбербанком, у нас был такой, это упал. Кроме того, мне очень не понравились политические тренды, фактически свернута реформа электроэнергетики, то есть, что обещали инвесторам, полностью не исполнилось. То есть, есть какой-то отход вот этого путинского правительства от либерального курса. И я думал, что вот это, то, что произошло в восьмом году, это было, я называю это, обратно в пузырь. То есть, акции упали слишком сильно вниз. Но сейчас я понимаю, что, я думал, что мы очень быстро вернемся, но сейчас ты понимаешь, что это будет более длинная дорога. Ну, и всякие европейские проблемы, мы все купили, поэтому, да. Для меня 2012 год, такое-то разочарование. Мало, мало оптимизма. Народку, что вы попытались оптимизмом, а вы не даете? Нет, оптимизм есть, я думаю, те, кто готов покупать акции там на 5 лет, и не боятся то, что у нас Россия там исчезнет куда-то, я думаю, что они получат хорошее разнаграждение на... Спасибо. 5 лет. Рано я уже работаю. Те, кто покупал акции 5 лет назад, 3 года назад, 4 года назад, 2 года назад, они хоть что-то сейчас заработали? И есть ли вообще смысл покупать долгосрочные акции? Инвестиции за последние 10 лет ничего не дали. Инвестиции с 2005 года туда приносят, но сейчас индекс стоит на том же месте, что и стоял в 2006 году. И 50% бумаг нашего рынка стоит ниже уровня 2006 года. Поэтому зачем, какой смысл покупать на 2, на 3, на 5 лет вперед? Если даже в этом году ситуация у нас стабилизируется, я думаю, что в конце года доимности будут выше, я поясню чуть позже почему, и практически в этом уверен, но даже если этот год вытянет, потому что фактор только один, это американские выборы в Америке, и по ним все равно все будет стабилизироваться, и накачают систему еще раз в деньгами, наверное, скорее всего, первый-последний раз. Но в следующем году будет именно то событие, которое должно давным-давно состояться. И, скорее всего, мы увидим действительно повтор 2008 года, и, скорее всего, даже с более серьезными и последствиями. И в последнем году в Америке там же не принято. Нет, смысл абсолютно заниматься долгосрочными инвестициями. Да, на рынке стоялась коррекция, там процентов 30-40, на ней можно покупать, формировать какую-то часть портфеля, но очень аккуратно, процентов на 30-40, на 40, на 40. Я просил оптимизма дать побольше. Оптимизм? Попросили оптимизма, но, как говорится, к купившему 3-е дно, 4-е в подарок. Поэтому, если говорить об ожиданиях, которые мы закладывали, скажем так, в конце прошлого, в начале этого года, то оптимизм наш был умеренный в том, что рынок вырастет, но политическая ситуация, которая, ну, выборная в первую очередь, выборы в России, выборы во Франции, в Соединенных Штатах, будут на этот рынок влиять самым разным образом. То есть, в целом, от 2012 года мы по-прежнему ожидаем умеренного роста, но с сохранением высокой волатильности. В первом квартале мы увидели благоприятное совпадение, скажем так, внешнего фона в политике, приход новых денег, приземление там вопроса с Евразойной, и это наложилось на ту, скажем так, стабильность политической ситуации, которая была на тот момент в России, и мы получили в итоге рост. Сейчас наблюдаем изменения, изменения в мышлении, наверное, в европейских странах, ну, вообще в западном, так называемом развитом капитализме, когда миф, точнее парадигма о невидимой рынке рынка, которая все отрегулирует, она все-таки, ее ценность снижается. То есть в Франции это показали, что когда к власти пришел президент, ну, фактически социалист, то есть будет в перспективе больше, все-таки больше государственное регулирование во всех экономиках. Вот. Но при этом мы все-таки на 10-й год, прошу прощения, на 12-й год сохраняем оптимизм и считаем, что сейчас, в общем, неплохое время для покупки, но и четвертое дно в ход наык, как я говорил, в начале. Вот. И я оставил направленную лошадь, вы правильно все сказали, народ заряжен. Александр, вы сказали, мне нравятся пьются, вы обещали поправиться. Да. Попробовать. Нет. Тогда попробуйте, это давайте уже, надо речь все. Попробуем немножко принести оптимизма на нашу встречу. Давайте попробуем сравнить ситуацию текущего года с 2008. Как, наверное, все помнят, 2008 год – это год, когда были выборы в нашей стране, в USA. И, наверное, вот этот период в американских выборах, он будет ознаменован в той ситуации, когда будет окрепляться американский доллар. К сожалению, наверное, это тот период, когда будет рынок испытывать некий цвет ликвидности, акции расти скорее не будут, чем будут, но те уровни, которые рынок сформирует к моменту завершения этих выборов, они будут интересными, и я думаю, что после этого начнется хорошее ралли с хороших цен. Хорошее ралли в Америке, хорошее ралли в развивающихся странах. Да, да, спасибо. Спасибо большое. А вот тут меня просили давать больше конкретики, деливать их эксперт, так что я хочу всех наших спикеров спросить, а вот акции «Газпрома» в конце года могут стоить сколько? Вот, Василий, скажи, пожалуйста, погадай на какие-то гущи. Скажу одно, что будет стоить дороже, чем текущая котировка, но процентов на 20-25 однозначно. Но высший оптимизм я бы, по крайней мере, не закладывал. К сожалению, в принципе, драйвер роста для «Газпрома» с каждым годом все меньше и меньше. И последние заявления правительства о том, что повышаются тарифы на неоплышение налогов на естинтегазовый сектор, конечно, просто убивают всю пролегательность этого. Понятно, в силу они еще не вступили, в силу они будут вступать с 2013 года, но все равно этот негатив, хоть он и заложен в цене, но и будет давить их. Оно же и, ну, внутренняя политика «Газпрома», все мы знаем, что это просто, наверное, право разворования денег и не более того. Это личное меню твое, да? Очень плохое. Менять инвестиции? Да, пусть личное, хотя все прекрасно знают, что такое «Газпром», и все видят бонусы топ-менеджеров «Газпрома» и так далее. При всем при том, что со стороны Европы наращивание, наращивание употребления газа не будет, с Китаем договор так и не подпишет, однозначно. То есть, в принципе, я не вижу сильного драйвера просто для компании. Ну, от того, что она перекуплена сейчас, довольно перепродана немножко, да, но в долгосрочном, цены, которые были, там, 300 рублей, там, 350. Я так понял, что ты этот час дал в сутки, а в котором в конце года будет здорово? Никогда мы таких цен не имеем, но в конце года, да, то есть я на второй полгодии года, в принципе, оптимистично смотрю и поясню по-простому, поясню почему. Если ситуация еще посугубится немножко, она скорее всего посугубится, и рынок упадут еще на 10-15%, будет принято серьезное еще вливание денежными в экономику, и это послушать драйвером роста. И поэтому два варианта, либо экономика оживет, и рынок просто так вырастет на оживление экономики, либо ситуацию с углубиться, и будет включен печатный станок. Поэтому, как ни крути, второй полгодия будет позитивно, и процентов 30, в принципе, и даже с текущих уровней, как минимум, можно заработать. Василий, спасибо. Ну, ты понял, что меня интересовал только до суток. Ну, пока. Вот, теперь я хочу Дмитрию Тимофееву задать тот же вопрос, он очень примитивный. Давайте с погодами накопейные гущи. Сколько может стоить Газпром в конце года? 190 рублей. Нет, тогда я плакаю. Понятно, что это же условно. По поводу НДПИ. НДПИ у нас будет повышаться. Это было известно давно, три года назад. Оно не будет стоять на месте. И НДПИ будет повышаться вместе с повышением внутренних тарифов на газ. На самом деле, повышение НДПИ не означает падение прибыли Газпрома. Прибыль Газпрома уже показывается после воровства. И с этой прибылью это компания номер один по прибыли в мире среди публичных компаний. Да, это самое интересное. Дивидимная доходность у нее составляет сколько там? 9 рублей. Да, 9 рублей. Ну, почему-то, да, это самая, вроде казалось бы, мультипликатором самая дешевая компания чуть ли не в мире, но почему-то никто не стремится ее покупать. Ну, что значит никто не стремится? Кто-то ведь купил, кто-то акцию держит. Ну, что-то последние два месяца я не замечал, что кто-то акцию покупал. После объявления дивидентов о том, что они 6 рублей на день, у них в обычниках Газпром 75 стоил. После того, как объявили дивидента, Газпром улетел на 100. Газпром покупает каждый день. У любой сделки есть два конца нашего покупателя. Покупает, и через неделю продает. Покупает, через неделю продает. На этом году, потому что все пытаются его поймать. Нету позитива в Газпроме, нету. Лучше купить Гэрбангу, потому что с ним, если отдавать предпочтение, да, я бы отдавал предпочтение. А вот Субукоилова, это у нас всякая защитная бумага из Гэрбанга. К счету мы тут фоним. Василия надо просто рубить по рукам. Он мешает выступать на метре Тимофью и с переменем. Просто он не уважает это, понимаешь? Значит, 150 рублей, зуб дали. Я правильно понял? Удариться. 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 Так вот, ваше мнение, в принципе, до микрофона. Давайте. Раз уж кофея не будешь, эта цифра 200 мне нравится больше. В этом году она практически была, и с учетом нашего оптимизма по рынку в целом, я думаю, что она вполне достижена. А вот Василий Олимпик, он мешает. Мне это всегда нравится, да? Такой дискуссик. Вот, когда собирается, много там аналитиков, ну, я люблю читать аналитические заметки и многие обзоры, там, других местомозгубежных. Вот когда все до одного сходятся в одном мнении, вот такого просто никогда не бывает, не может быть. Все права быть не могут. А вот тут сидит на 105 человек, да? И у всех цель, ну, я тоже самое озвучил, на 30%, ну, процентов выше. То есть это тоже 190-200 рублей. Вот все мы ждем 200 рублей гостром конца года. И, ну, не будет, а значит 200 рублей. Все до дна укричали, что первый квартал будет плохой, а второй квартал хорош, что случилось сюда и наперёк. Поэтому сейчас цели были озвучены, но я больше чем уверен, что либо там «Газпром» будет 300, либо он будет 100 к концу года. Но 200 он не будет с текущих годов. Ну, смотрят вверх те, кто купил, конечно, да? Ну что, я тяжело спорту. Александр Ползарев, вы знаете цену «Газпрому» на конец года? 200. Ну, текущая цена 138 рублей. Я думаю, будет где-то к концу года 170, но через 90-100 в августе. Спасибо большое. Мы с «Газпром» закончим наконец. Можно у вас вопрос? Нужно. А при каком курсе рубля вы эти цены предполагаете? Да. А при 190 рублей? А какой курс будет? Частный инвестор Валерий Скотников дает вам вопрос. Ну, если «Газпром» будет 190, значит ситуация в экономике более-менее стабилировая, значит где-то курс рубля-доллар будет на отметке 29,5-30. Не более того. Потому что если рубль, говорит, на 35-40 в лети, значит «Газпром» будет стоить рублей 110, не больше. Даже 110 – это оптимистично – рублей 90. дай бог, чтобы Греция, не большинство Греции выйдет из еврозоны, мы увидим «Газпром» и «Блейпосту» однозначно в течение лета. Да. Ну, вот у нас следующий вопрос, который должен был ввести Илюшенко, на самом деле. Он написал правильную программу, а он ведет верно, как он ведет неправильно. Вот тут первый вопрос был. Прогнозы про развитие политической ситуации в стране и как политика влияет на фондовый рынок. Олег Николаевского пока не даю, я просто боюсь. Я хочу дать слово Дмитрию Тимофееву про политику, и как политика влияет, и какие вообще виды, насколько это будет мешать котировкам или помогать. Ну, это, наверное, самый сложный вопрос для меня. Можно ответить? Да. К сожалению, вот сейчас рынки абстрагировались вообще от всего. Технический анализ, фундаментальный анализ на российском рынке вообще не работает. И вы про него просто забудьте, не читайте даже их книжки, выкиньте вообще из головы там все эти коэффициенты оценочные, там, прибыли компании, капитализация, все это полный бред. Технический анализ тоже работает, но не всегда. Сейчас рынки, все мировые рынки и вся мировая экономика стала заложниками именно политических интриг, которые происходят в мире. И рынки на каждый чих просто реагируют. То есть, к сожалению, почему прибыли все печатные станки за последние вот несколько лет в экономике? То, что вся реальная экономика стала заложником именно фондовых рынков. Зачастую раньше как было? То есть, хорошо дела в экономике, хорошо дела на фондовых рынках. Сейчас реальная экономика зависит от ситуации на фондовых рынках. Это вот то, чего добились власти своими печатными станками. К сожалению, все постулаты, все стереотипы, все абсолютно поменялось. Если дела на фондовых рынках усугубятся, усугубятся дела в реальной экономике. Потому что оплатили кучу долгов, огромные долги во всех странах. И эти долги нужно обслуживать. Эти долги нужно реинвестировать. И реинвестировать только за счет занимания новые деньги под проценты. И с года в год просто заниматься инвестированием. Соответственно, чтобы занимать деньги на долговом рынке, нужна стабильность на фондовых рынках. Поэтому все власти пытаются сделать хоть какую-то стабильность на фондовых рынках. Дела в реальной экономике очень плохи. Во всем мире очень все плохо. Но это вот единственное, что пытаются власти сделать, это хоть какую-то стабильность сделать на фондовых рынках. Если фондовые рынки подкосятся, дела в реальной экономике еще усугублятся. Поэтому, к сожалению, сейчас просто вот именно все рынки стали заложниками политических интриг. Мы видим, что девятый год вспомнить, десятый год, одиннадцатый вспомнить, на чем падали рынки. Опять на страхах о распаде еврозонии, опять на мутах, где ты уже говоришь. Сейчас на чем идет падение? Не по фундаментальному анализу, не по техническому анализу идет падение. Не из-за того, что там дела где-то усугубились в экономике. Мы знаем, что все плохо. Это было плохо и в прошлом году, и в запрошлом. Без разницы. Не на этом рынки падают. А рынки падают опять на политических интрижках о том, что Греция выйдет. И мы уже упали от максимума на 25%, и возможно до 17 июня еще будем падать, падать, падать. А потом раз, нам скажут, а Греция не выходит из еврозоны. То есть вот на этих политических интригах, и это политическое давление, вот этот тот новостной кошмарный поток, который формируется в СМИ, это и заставляет всех инвесторов просто выходить с ума. И это, в принципе, можно сказать, спровоцированная акция, спровоцированная такая коррекция идет, которая просто бить в СМИ, бить вот этих старшилок, идет манипуляция давления на всех. Подавленное, да? Потом толстый день, три года. Конечно же. Ну, новостной фон всегда формируется крупными игроками. Когда рынки выросли, когда рынки растут, все хорошо, все спокойно. Потом достигает какой-то уровня. И вроде казалось, ничего нет, никаких старшилок нет. А потом берутся проблемы там, проблемы там, проблемы там. Проблемы всегда есть, они всегда будут. Просто когда-то они забывают, чтобы рынки подросли. А когда рынку нужно скорректировать, все эти проблемы достают наружу каждый день. Принижение рейтингов, проблемы в банках, дефолт там, еще где-то чего-то. То есть просто вот формирование новостного потока, и именно он влияет на настроение игроков, и именно им манипулирует движение цен на рынках, на мировых рынках. Поэтому вы все как раз и знаете, вот рынки выросли там, грубо говоря, в январе, в феврале, там на 15% российский фондовый рынок там вырос. То есть многие компании плохо подросли. Но что изменилось в экономике? Василий, Василий, расскажи другое. Мне интересно, что Медведев вступил в партию, да, Единая Россия, например. Валон, да. Путин. Потом вам приватизация. Медведев – это внутренняя политика, понимаешь? А в Греции более-менее понятная. Внутренняя политика? Ну, понятно, что правлением Медведева, Путина недовольны. Многие недовольны. И с точки зрения привлекательности в российский фондовый рынок в качестве инвестиций иностранцы не охотно воспринимают текущую власть. И, конечно, наша политическая власть, она влияет негативно на фондовый рынок. Это однозначно. Потому что перспектив здесь в экономике нет. Экономика как была сырьевая, сырьевозависимая, так и остается. И, например, 6-5-6 лет здесь ничего не поменяется. Конечно, это привлекательность инвестиционно отбивает. Плюс планы приватизации. Да, окей. Вот сейчас, в принципе, как одна инвест-идея, возможно, да, тот же приватизацию Сюзбербанка, которую ждут уже давным-давно. Понятно, что это будет драйвер просто для бумаги. Тут будет объявленная приватизация. Они хотят, хотели по 110 сделать приватизацию. Потом уже по 100. Сейчас, возможно, уже будет по 90 объявленная. Причем объявленная будет на следующей неделе. Это будет драйвер для роста для бумаг акций, для акций Сюзбербанка. Но как только пройдет приватизация, эти бумаги, значит, никому не будут нужны. И просто их поют еще быстрее. Поэтому, опять же, что говорить, если государство продает доли в компаниях, в компаниях самых лучших, Сбербанк, и, на мой взгляд, это самый лучший актив членник в мире, это самый лучший панчик в мире. Да, на Василии мне вчера очень удивил диктор, что Сбербанк – защитная бумага. Я уже так удивил Силию. И если государство 7% еще хочет продать пакет, вот логика, да, зачем продавать такой классный актив, просто который генерирует, в принципе, прививки компании, там, из года в год растет, растет очень милыми темпами. Смысл избавляться от этого? У государства нет денег. Мы действительно, у нас, как бы ни крутили, ситуация в экономике в России просто ужасная. И раз государство распродает доли в компаниях своих, это должно говорить, что дела-то здесь не так уж и хороши. Это благо, нефти хорошо еще держится на хороших уровнях. Спасибо, спасибо большое. Мы сейчас, я думаю, что мы диспетируем, очень сильно тебя обижают. Здравствуйте. Да, потому что на тебя деял тянешь, и на чат-то такси. Зло смотреть. Так что инвестируем. Прошу, Александр. Александр Повзко. Повзко, он расскажет, как политика мешает нам, честным трейдерам, зарабатывать деньги. Ну, я бы не сказал, что политика нам мешает зарабатывать, но отмечу то, что рынки, как правило, дисконтируют цены на финансовые активы в связи с любыми рисками, в том числе и с политическими. Ну вот, в те дни, когда мы видим, допустим, на сайте, допустим, bbc.ru, статьи о том, что Россия успешно испытала запуск межконтентальной ракеты «Балава», ну, условно, это риски, это обострение отношений между внешнеполитическими отношениями. И, конечно, здесь влияние политики негативное, так сказать, в том, что выражаете. Так, ну, Владимир, что можно сказать? Экономика, прошу прощения, политика, она экономику влияет. Причем, честным спекулянтам она позволяет это влияние зарабатывать больше, да, то есть, чем выше волатильность, тем больше у спекулянтов возможностей. Вот, тем не менее, что мы видим? Что в России реально фондовый рынок представлен, там, максимум 10-ю эмитентами, да, есть, которые обеспечивают, там, 90% практически оборота и процентов 75-80 капитализации. Вот, и все эти компании сырьевые, ну, как-то туда еще записался Сбербанк, что, в общем, тоже радует. Вот, но поведение этого рынка, оно, на самом деле, не сильно влияет, скажем так, напрямую реагирует на политические события в стране, сколько на поведение, во-первых, а западных рынков и, б, это новых денег. Да, правительство, министры-капиталисты, которые хотят, там, заботиться о своих будущих местах, о своей будущей карьере, там, и всем остальном, да, никто не хочет, там, там, как бы ужасного конца, да, то есть, предпочитают в той же лекции ужас без конца, вместо ужасного конца. То есть, оттягивают, 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 этот момент, там, штаты идут на количественное смягчение, и к выбору президента, возможно, будет очередной этап. Но, эти деньги, они не идут ни на фондовый рынок, не идут ни напрямую в экономику, потому что это, ситуация нестабильна, никому, ни зачем не надо. Вот, соответственно, есть тихие гавани, да, которых сейчас практически не осталось. Инвесторы, ну, вот, по нашему опыту, инструменты золота, вот, доллары, евро тоже сейчас никому не надо. То есть, реально деньги получаются и накапливаются в кубышках. На фондовый рынок они не идут. Соответственно, любое развитие, скажем так, ситуации, которая происходит, оно, вот, и происходит сейчас, оно выгодно для спекулянта и не выгодно для инвесторов. И хотелось бы уже больше определенности в той же самой Треции, да, и в остальных странах ПИПС, то есть, относительно еврозоны и, ну, ее существования как такового. Да, высказывалось мнение, что евро в любом случае сохранится, точнее, зона евро в любом случае сохранится, даже если евро останется одна нормальная. Ну, как бы, это не совсем то, что закладывали, да, изначально. Спасибо большое. Вот что хочу сказать. Василий у нас сказал, что Сбербанк у нас тихая гавань. Кто-нибудь хочет, кто из зала высказался по этому поводу? Кто согласен, имейте руки, что Сбербанк тихая гавань? Андрей, да не совсем, допустим, тихая гавань, но это... Василий. С меньшим риском я лучше выинвестировал в данную компанию. Лучше, однажды, однажды, как с нашим рынком, правильно? Однажды, однажды, поднимите руки, кто согласен с Василием Олеговым за IT-инвест, который буквально влюбился в Сбербанк. Так. Кто считает, что Сбербанк бумажка, которая спокойно может быть на 13 рублях, что мы уже видели, что ничем не выделяется от других? На 30. Так. Кто хочет погадать на кофейной гуще и сказать, что Сбербанк наконец года назвать цену? Вот пример с компанией «Открытие». Вы можете сказать, погадать, какой будет Сбербанк-авопытчика на конец года? Не очень хочется гадать на кофейной гуще. На самом деле, я считаю, что Сбербанк действительно достаточно хорошая бумага. В первую очередь, за счет того, что сама на себе компания показывает довольно плохое развитие бизнеса и правильное и понятное инвесторное развитие бизнеса. Ну, кроме этого, я думаю, что есть еще другие бумаги, которых действительно не очень много в России. Да, но бумаги, которые понятны инвесторам, которые прозрачны, которые показывают плохое развитие бизнеса. И вы, пожалуйста, сейчас, прямо сейчас бумаги, которые говорят, привлекаются. Ну, в принципе, я считаю, что довольно интересная компания из «Открытие», что есть это, в частности, «Северсталь», можно посмотреть, потому что металлургия, в первую очередь, это достаточно семейный продукт. Компания «Открытие» достаточно прозрачно, открытые, понятные. Ну, к «Газпрому» я достаточно тоже рогативно отношусь, в первую очередь, потому что «Газпром», ну, убирая все воровство, да, он проиграл рынок «СПГ», и, в общем, перспективы развития, при развитии спотового рынка «Газа», перспективы развития «Газпрома», от кого он не очень понял. Сектор «Витейла», мне кажется, достаточно интересный. То есть «Магнит», «МВидео» назвал. Кто же мне скажет цену по «Сбербанку» обычную на конец года? Мне просто очень интересно. Это все заканчивается на YouTube, и в конце года я посмотрю, и, может быть, даже, в общем-то, выиграть. Николай Лужков, клиент «Ильестер». На «Сбербанке» там есть картинка по типу анализу, что, возможно, с целью 40 рублей. То есть, ну, я не скажу, что она может, там, 30 декабря будет 40 рублей, но сентябрь, октябрь... То есть, как было в девятом году, даже, ну, восьмой год, девятый год, что берем какой-нибудь «Сургут» «Нефтегаз», когда это стоил на бирже 10 рублей, то есть, у него денег, налички было больше, чем в организации компании. То же самое с «Сбербанком». То есть, если надо были, ну, соответственно, иметь наличку западным инвесторам, то им неважно, насколько «Сбербанк» генерирует прибыль, они будут продавать и продавать. Ещё раз продавать. То есть, вы думаете, что, я так говорю, что будет 40-м? Андрей, я тебе скажу цену «Сбербанком». Дайте мне место. Пусть будет цена ровно 100 рублей на годы года, при том, что рынок вырастет процентов на 30, а то и выше. И «Сбербанк», к сожалению, не будет явным фаворитом именно на этом росте. И уж если там бы пошло, я лучше, да, перепробанных металлургов куплю, перепробанную энергетику какую-то куплю, там, да, возможно, какой-нибудь там «Албукойл», который более понятен и всегда стабильен на падение. Он меньше растет, но и меньше падает. Но в «Сбербанке» явно ли это проект «Приортизация», и это уже будет негативный. Поэтому дальнейший рост, сильный рост в этих бумагах, он не состоится. «Сбербанк», почему сильного роста не жду? Потому что эта бумага куплена абсолютно у всех. Абсолютно у всех, и она занимает большую долю в портфелях всех управляющих. Поэтому до сих пор сидят, до сих пор между здесь. Тут было падение, там разгрузили одного крупного игрока, там, и не более того. Все остальные фонды управляющие у всех этой бумаги уже есть в портфеле. Никто увеличить вес этой бумаги в портфеле не будет. Поэтому все ждут приватизацию, а после приватизации «Сбербанк» полетит вниз. И даже если рынок будет расти, то «Сбербанк» будет расти в меньшем тенте. Может, лучше тогда купить опять же перепроданный ВТБ, который сейчас вообще уже просто на таком дне валяется 5,5 копеек. Но не больше, чем на 500 тысяч. А? Не больше, чем на 500 тысяч. Ну да. Это вопрос о политике, кстати. Вот все события. То есть, а что кто-то верит, что у нас на рынке еще остались иностранные инвесторы, что и большое количество. То есть, в четвертом году мы наблюдали, как изменение рейтинга повлияло на приток новых денег, а потом точно так же на уход денег из страны в связи с изменением ставок штата. Вот. Сейчас у нас всю неделю каждый день новости, каждый день новости обсуждаемы. Там новый полномочный представитель, новое правительство, новая администрация президента. И на самом деле никто не знает, а как это все теперь будет жить дальше. Теперь вот даже новый руководитель правящей партии. А как только хоть какие-то положительные достижения этого, там, кабинета этой структуры руководства будут достигнуты, и не будет каких-то границ там внутренних на лимиты для инвесторов западных, на то, чтобы на российский рынок, как я говорил, очень большого размера зайти, он может вырасти на 20, на 30, на 40, на 50 процентов. То есть мы те уровни будем вспоминать, как конец восьмого года. То есть вот те, которые сейчас, сравнивать с теми, которые были в конце восьмого года, говорили, а что ж мы не купили это. Вот. Но для этого нужно, чтобы та структура власти, которая у нас сомневалась, как-то показала себя с положительной стороны. То есть пока не окупая Абай, не болотная, на это позитивно не влияет, прямо скажем. Вопрос в том, что я даже про политику хотел сказать. Довольно сложно. Я не думаю, что это как-то повлияет вообще сейчас. Кризис доминирует над всем остальным. Я думаю, что если мы увидим влияние, то это будет долгосрочное какое-то влияние. Мне очень нравится то, что Путин собирается поднять Россию там в этом рейтинге «Доин Бизнес» на… Я не знаю. Собирается поднять Россию… О, потеши встал уже. Там до двадцатого места. И это очень хорошо. И если действительно процесс пойдет в этом направлении… Если процесс пойдет в этом направлении, то мы увидим, неплохой рост ответный такой фондового рынка. Но… Я еще предлагаю подумать об этом немножко с такой, с другой точки зрения. Вот сейчас все говорят в России все плохо и так далее. Можем ли еще что-то дальше улучшить? Если может ухудшить, то да, делать нечего на фондовом рынке. Но я думаю, что все равно будущая вероятность этого никто не знает. Я думаю, что потенциал для улучшения есть. А вы считаете, что нефть не может дальше улучшиться? Нефть может. Почему? Ну, что значит «может»? Я думаю, что долгосрочно большого падения нефти мы не увидим. Маржинальные издержки по нефти, они находятся на уровне 80-90 долларов за баррель. И устойчивая нефть ниже этой отметки торговаться не будет. А там может провалиться на месяц на два-три. Но это не страшно, ни для бюджета, ни для доходов. Ну, бренды, я не знаю. Разница в сортах не очень большая. Не принципиально. 80-90? Ниже падения? Да. Долгосрочно 80-90 и даже будет повышаться. По поводу иностранцев. На самом деле иностранцы доминируют у нас. У нас тут очень большая проблема в России. «Россияне не покупают русские акции» или «почти не покупают». Ну, вот здесь такая монитория не очень большая, но она что-то уже говорит. То есть тут явно нет какого-то там ажиотажа. Примерно три четверти акций «фрифлоута» российского скупят на инфляцию. Ну, так вот, условно. То есть оставшиеся четверти – это русские, которые держат наши акции под горячую картошку. Они готовы ее бросить в любой момент. А просто вот, если тоже подумать о долгой срочном росте. Сейчас индекс АТС – тысяча, как там, тысяча шестьдесят, да? Он был номинирован со стами пунктами в девяносто пятом году. Это означает, что он вырос за это время, можно считать, семнадцать лет, двенадцать шесть раз. Это долларовая доходность. Она… Она… Нет, то есть какая девальвация. Это долларовая доходность. Индекс АТС – долларовый, считается в долларах. Да. Плюс еще нужно добавить туда невиденды. Если это посчитать, я думаю, что это мы выйдем где-то на среднегодовую доходность порядка семнадцати процентов долларов. Может быть, пятнадцать, семнадцать лет. Можно посчитать кто хочет. А… 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 И это… Неплохая доходность. Согласитесь. И когда мы… Вот там… Уважаемый оппонент сравнивал у нас с 2006 годом. Да, сейчас у нас акция находится где-то в 2005-2006 году. Но все-таки, извините, был кризис, который не закончился, он продолжается. И мы знаем, что любой кризис заканчивается рано или поздно. Мы знаем, что закончилась Великая депрессия. Период там стакляции в США. После этого был очень сильный рост акций. И я думаю, что мы это увидим. Но это очень долгосрочная тема и не всегда-то больше. Что хоть какое-то улучшение через год, через два, через три, теоретически хоть как-то на чем-то в Европе может состояться? Вот объясните мне. Ситуация. С каждым годом долги из стран растут, рефинансировать их сложнее и сложнее. ВВП падает. Соответственно, вы каждый год занимаете деньги под проценты, чтобы погасить долги. ВВП сейчас не позволяет обслуживать во многих странах даже те проценты, под которые занимаются деньги. Это снежный ком, который растет. И Греция – это первая страна, где идет реставризация, списывание долгов. Окей, у Греции долгов там 300-500 миллиардов. Вопросов нет. У Италии и Испании долгов там, да, если взять Италию, там два с половиной триллиона. Таких денег свободны даже у Китая нет. Что будет, если пошагнется Италия? Я не знаю, будет покрышный день сжечь, наверное. Потому что здесь, я не знаю, нефть 90. Нефть на 30, на 40 спокойно пойдет. Это я не говорю про Америку. Все-таки я ставлю на то, что рано или поздно кончится эра печатного станка в Америке. Вечно долгу госдолга Америка поднимать не сможет. И рано или поздно то же самое, что было с Грецией, произойдет в Америке. Будет реставризация американского госдолга. ФРС не сможет вечно увеличивать лимиты и на свой баланс все это дело покупать. В Америке тоже так, точно так. Плюс следующий год, окей. С 1 января следующего года Америки начинают сокращение дефицитных бюджетов по всем статьям. Республиканцы, демократы не смогли договориться. В прошлом августе, когда был подвал, и у них автоматом будет сокращение дефицитных бюджетов по всем статьям. На чем это отразится? Сразу надо отразиться на УВП. Если подкоситься с Америкой до темпа сбоя с УВП, мгновенно все площадки пойдут вниз. Поэтому, опять же, на следующий год, какой позитив я, честно говоря, вообще не вижу. Спасибо большое за сущение. Поняли? Вообще аналитики, они хорошие ребята. Есть только маленький момент, что аналитические торгоды нельзя торговать. Можно торговать в момент торговки. Поэтому и дефолт Франции будет, конечно. Скорее всего, до дефолта мы 20 раз ходим наверх, потом 19 раз вниз. Вот ваше мнение Александр Познер по этому поводу. Я бы хотел озвучить свое мнение по Сбербанку, чтобы возникнуть такой вопрос и относительно того, какая у нас была цена. Относительно цены на 31 декабря я вам ничего не скажу, но есть такие соображения. Смотрите, в прошлый год у меня открыл терминал. Цена Сбербанка, ее максимум в прошлом году составлял 190 рублей. Максимум текущего года – 103. Минимум прошлого года – 60. Поэтому, я думаю, вполне логично даже сидеть в шорте и ждать обновления этого минимума. Ну, вот как сказал один из участников, если не ошибаюсь, где-то в районе 50. но, может быть, на негативном сюжете в районе 40. Василий, микрофон надевает Америку. Здравствуйте. Все спрашивают, если так все плохо, когда покупать? Просто вот когда покупать, когда заниматься инвестированием? Да. То есть, я бы сказал так. Ситуация, понятно, видите, как ухудшается. Да, такая, ну, сильная. И там всегда ухудшаться, понятное дело, что она не может. И чем сильнее ухудшается ситуация, тем более решительно начинают действовать власти. И как только вы услышите, что, опять-таки, будет очередная программа запуска печатного станка со стороны, или Европы, или Америки, вот в этот момент покупаете акции в среднесрочной перспективе, там, на 2-3-4 месяца. Заработаете 20-30% и опять уходите с рынка. Вот именно вот такими перебешками это сейчас самый лучший раз в год, и опять, просто, какой-то драга просто со стороны властей, с координированной стороны властей. И именно на этом покупать бумаги. То же самое вот сейчас в июне у нас. Возможно, будет много негатива, возможно, рынок еще будет чуть ниже. И надеюсь, все-таки, и делаю ставку, что в августе Америка или в июле Америка и Европа будет запущена еще одна порция новой ликвидности, и именно вот на ней надо будет подбирать бумаги с целью до конца года, и, возможно, это получится работать в процент 30, возможно, больше. Может быть, проще зашатить до августа? Я никогда не шарчу, я никогда не играю на понижение рынка. Рынок – это инструмент исторически как-нибудь растущий, и зарабатывать на падение я не хочу и вам тоже не советую. Шарты, которые на рынке живут недолго, а так показывает практика. И когда активы обесцениваются, активы дешевее, это вы находитесь в деньгах и уже становитесь богаче, потому что все дешевее – это вы в деньгах. Василий Ватеркослав говорит, что надо в этот момент КУЕ, обслабление, потом быстро войти в рынок, потом… Зачем? Зачем поезды? Поезды не отправиться в поезды? Я не об этом говорю. Вы должны постараться, и мои поезды, по крайней мере, не расслушать. Да, Василий? Я вспомнил мою идею про зайчиков-бегайчиков. Об этом я писал год назад, что нужно приплесхватить в кустике, приплесхватить в кустике – зайчик-бегайчик. Он так прыгает. И в кустике – вот это зайчик-бегайчик. Так, ну давайте поговорим о более серьезных вещах, о факторах, которые могут влиять на российский фондовый рынок. И я дам слово Зотову Владимиру. До конца года какие факторы могут влиять на фондовый рынок? Ну, о факторах уже неоднократно я говорил сегодня. То есть, первое – с учетом влияния всех, точнее, западных индексов, тенденций западных индексов на российский рынок практически стопроцентного. То есть, это, во-первых, ситуация в экономике Соединенных Штатов, ситуация в Еврозоне. Второй фактор – это фактор политический у России. Я о нем тоже говорил только что. Это, ну, скажем так, тот тренд, который задаст сейчас руководство страны относительно развития страны на ближайшие годы. И будут проявляться какие-то первые результаты, что позволит привлечь дополнительные деньги западных рынков. Ну, согласитесь, смешно же, да, когда Сбербанк тот же самый, точнее, когда руководители страны говорят о том, что рынка нет, он перетекает на запад, значит, это все плохо, нужно создавать большую биржу, крупнейшую, чтобы она составила конкуренцию Лондону, на котором уже практически вся Россия. Но при этом Сбербанк почему-то не стесняется говорить о том, что IPO, он, вроде бы, и в Лондоне провести. Поэтому фактор номер два, то есть это развитие западных экономик и политической ситуации в России. Те факторы, которые будут влиять на российские рынки. Действительно, я подумал, что о факторах мы уже много говорили между делом. Вот в связи с этим к вам же вопрос. Какие отрасли могут быть наиболее привлекательными до конца года по вашему мнению? Ну, с отраслями сложнее. Давайте посмотрим на топ-10 ММВП, на мой взгляд. Несмотря на то, что это самые расторгованные бумаги и самые большие бумаги, это также и наиболее привлекательные отрасли. То есть это энергетика, газовый сектор и банковский сектор. Спасибо большое. То есть, чтобы быстро войти, быстро высказать случающие шухеры, да? Ну, и это... Это грубо говоря, да? Дмитрий Тимофеев, ваше мнение, какие отрасли могут быть наиболее привлекательными? Какие стоки до конца года? Ну, я придерживаюсь больше подхода снизу-вверх. Я не люблю отбирать по отраслям конкретному. Понятно, что у нас там половина это нефтегаз, и нефтегаз у нас очень тяжелый. Я думаю, что нефтегазу гарантированно хорошая будущая, но долгосрочная. Вот так вот. Нефтегаз у нас очень большой. Вот из открытия человек сказал «Лукойл», например. Как вы относитесь к «Лукойлу»? Нет, «Лукойл», да. Мне нравится «Лукойл». Не очень понятно, что с «Субботнефтегазом». У меня в моем личном портфеле есть «Субботнефтегаз прервигрованный», но я не знаю. Есть сценарий о том, что его возьмут и сольют в структуре, и мы потеряем, например, коэффициент от конвертации. Это вполне правдоподобный сценарий. Поэтому, видимо, надо покупать широко. «Газпром» самый дешевый среди фишек. Спасибо большое. Александр Познер, Дмитрий Немихин из компании «Открытия» говорил, что «Лукойл» интересна акция. Ваше мнение по «Лукойлу» и вообще по нефтегазу. Стоит ли инвестировать в этом году? Технически «Лукойл» торгуется достаточно спокойно, не делает, скажем так, резких движений. Я думаю, что как инструмент в качестве защиты от инфляции, который возможно будет, это неплохой инструмент. Но, наверное, журчужины фондового рынка эта бумага может стать в ближайшее время. Пару слов еще хочу добавить относительно тех внешних факторов, которые будут влиять на наш рынок. Безусловно, это нефть. А, коль это нефть, то я думаю, что немаловажное значение, опять же, то же самое производство. Американские выборы окажут на эту нефть и окажут, наверное, все-таки некое давление на этот актив. Соответственно, давление будет на наш рынок. Наверное, будет давление и на рубль. Ну, вот основные факты. Даже вот так. Так, ну, спасибо тебе. Дай с ней. Какие факторы? Какие акции? Какие факторы? Понятно, что факторы уже много. Какие акции? Сбитбанк и пропиали? Да не пропиали. У меня вот даже в партии нет. Сбитбанк. А в партии вообще сейчас пустые, нет ни одной бумаги и ничего. И я до конца июня не собираюсь ничего покупать. Потому что, я говорю, если в июне реакция выйдет и если 22-го числа ФРС денег не дадут, хотя бы что-то одно из этого в рынке пойдет еще дальше. Поэтому я пока не увижу, что кто-то запустил печатную станку и покупать ничего не буду. Но я просто спекуляциями сейчас занимаюсь. Вот из инвестиций сейчас это не на меня и считаю, пока не будет печатная станка и не хочу заниматься. Какие из бумаг? Зачастую все делают одну и ту же большую глупость. И многие аналитики говорят как? Вот покупаем металлогов, покупаем энергетику, она привлекательна. Я это слышу уже второй год от всех. И знаю кучу управляющих, которые именно так и делают. И покупают обоснования, я спрашиваю, обоснования перепроданы. Слишком дешево. И для них это основное. Бумага окупала очень сильно и она стала привлекательной. Покупайте и инвестируйте в то, что в самый надежный актив. В то, что выйдет в лучший рынок. То, что не падает в нападении. То, что те бумаги, которые на падении показывают более стабильную динамику, пусть они меньше упалины, покупайте именно их. Мы готовы купить. А ты скажи, что там бумажки? Мы готовы купить. Какие бумажки? Самое, в принципе, с индексом, который ходит, коррелирует хорошая бумага, это у нас Лукойл и это у нас Сбербанк. Других альтернатив сейчас нет. Все остальные ходят очень сильно. И на просадке, да, можно покупать Сбербанк ниже 70 рублей. Даже текущая цена в среднеисточной перспективе – это цены хорошие. Мы Сбербанк видели 100 рублей и в том году, и в позапрошлом 100 рублей видели, и два года назад 100 видели, и в следующем году 100 увидим, и через 10 лет 100 будет стоить. Поэтому можно покупать. Цена была бы с 2006 года в 2012 год, Сбербанк был и там, и там, на тех же уровнях. То есть инвестиции долгосрочные, опять же, нет смысла сейчас их рассматривать. Еще раз говорю, на ближайшие лет пять долгосрочные инвестиции нет смысла рассматривать абсолютно. Рынки сильно вверх, в ближайшие лет пять не уйдут. И поэтому просто раз в год или ждите каких-то более серьезных просадок, чтобы выбирать. Если вы хотите инвестировать, даже на текущий момент, две компании, которые самые стабильные у нас на рынке. Это Лукойл, это Сбербанк. Все. Они более-менее коррелируют с индексом, они падают, на падение рынка они падают меньше, на росте они растут, может быть, чуть хуже, но они стабильные. И даже если вы не вовремя их купите, то шанс, что вы много потеряете, он не так велик. И цены в этих компаниях превращаются одними с первых на места. То есть мы помним, что в 2008 году Сбербанк со 100 рублей упал до 14. Со 100 рублей упал до 14. Но через год Сбербанк на 100 рублей пришел. А Газбром с 370 упал на 110 где-то, или на 90-100. И сейчас на 140. И никогда, я больше чем говорю, никогда он больше не придет на 350-70. Никогда. И в ДП никогда не будет 13 копеек больше. То есть у нас инфляция, гиперрубляция. А вот Сбербанк 100 рублей будет. И если даже на 13 на 15 еще раз упадет рубли, он опять будет 100 рублей стоить. Я так делу понял, если... Василий, хотел тебя спросить по поводу нефти. Ты сказал, что спокойно, может не живопитец провалиться, да? В Америке. Может и на 10 долларов провалиться. Теоретически это тоже можно. Мы не видели, как со 140 она упала на 40. Почему сейчас такое невозможно? Почему это невозможно? В моменте мы сейчас просто фиксируем. Мы занимаемся катанием на копейные лучи, да? Я не говорю. Ты говоришь, что в принципе такой вариант может быть. А вы говорите, что ни до 80 не провалится нефть. Нет, кратковременно долго нет. Долго нет. Вот ваше мнение. Что может быть с нефтью? Вот сейчас 20 долларов, это надпавка, да, военная. Она уменьшается постоянно. Ну так можно еще одну в коме победоносную военную организацию? Выясните свою ситуацию. Вот сейчас перед выборами демократам нужно нефть, наоборот, притоптать. Притоптали мы. Составили стилы 90. Зачем победоносная война сейчас? Я не про сейчас, я про то, что... Вот то, о чем мы говорили, колебания, там, плюс 20, минус 20, они сейчас, ну, собственно, не предмет дискуссии, да? То есть предмет дискуссии 40 или... Кому вы хотите прикрутить? Нет, можно? Сроковник? Нет, я к сотке, все-таки. К сотке. Ваше мнение. Последнее не скажу, но я думаю, что минимальные цены это сентябрь-авросто. А можно спросить про рынок газа? У них все понятно. Газа. А кто у нас готов прокомментировать рынок газа? Вы имеете ввиду контракты или спецпорт? Нет. Стоимость газа у нас в Америке и стоимость газа здесь. Как распределяется? У нас столько не будет газа, которые не подают. Ну, вопрос такой. Стоимость газа в Америке, стоимость газа у нас? Да. Ну, почему Америка дешевая, почему Газпром по 350 долларов евро попадает или что? Да, да, да. Когда изменятся вот контракты и будут изменяться? Они будут изменяться по заключению Газпрома? Наверняка будут уменьшаться стоимость контракта, определение различных... Ну, хотите, скажу вам свое мнение? Почему не любят иностранцы Путина? И почему Газпром толкает газ в Европу, извиняюсь за выражение, по 300 и выше долларов? И почему китайцы тоже не смогли с ним подписать договор? Они хотят по 150, а мы хотим им по 300 продавать. Именно из-за этого они любят политику Путина, потому что он жесткий такой диктатор, но уступки не идет. Почему Европа берет у нас газ по 300 долларов? У нее есть возможность брать этот газ рядом, спокойно, с соседних стран газом, навалом, очень близко, по 150 долларов. Она берет у нас по 300. Потому что Путин очень все просто говорит. Будем работать дашь на дашь. Вы у нас получаете рынки сбыты. Вы свои Peugeot, сестра Ярд, Рено здесь налево-направо. Вы свои заводы здесь строите. Мы вам продаем здесь заводы. Вы покупаете, если что хотите. А вы за это будете наш газ в браках по 350 долларов. А стоимость газа тогда сколько стоит поменьше? Себестоимость в разы меньше всего. Понятно, что у нас 2-3 доллара идет. Да? Ну, у нас понятно, что не 2-3 доллара, а так, как и нефть. Себестоимость нефти в Саудовской Аравии и в России. Это немножко разные вещи. У нас нефть на одной глубине лежит, и добыча ее довольно-таки проблематичная. А там, где балк воткнула на течет, там себестоимость может и 5 долларов нефти. А у нас себестоимость добычи нефти, ну, наверное, долларов 60, наверное, 70, возможно. Поэтому говорить, сравнивать газовый рынок российский и американский, и опять же, конкуренция, то, что сейчас идет сланцевый газ, ну, я не думаю, что он большой конкуренцией составит, но хотя именно из-за этого в Америке газ упал просто очень сильно. Чуть ли не на, я не знаю, на исторических, как минимум, или минимумах, газ или нет. Желтый. Да, и именно из-за того, чтобы эти конкуренции составить сланцевый газ. Хотя я не вижу здесь никакой конкуренции сланцевый газ по добыче, ну, намного проблематичнее вы и добываете, и себестоимость добычи дорога, и немножко другой, там, совсем плохой конкуренцией, и другостройщики я не вижу. Ну, а здесь, вот, сравнивать российский газовый рынок и американский газовый рынок, ну, да, ну, в общем, мы нас там срулили немножко с темой нефти, на тему газа. А мне, конечно, директор цену нефти у нас. Вот кто считает, что цена нефти может упасть до уровня 40 долларов за баррель, во время будущего? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну, ближайшие три года хотя бы, если брать. Вот. Компания, пожалуйста, объясните, объясните ваше общение. Объясните. Давайте обоснуем. На самом деле, вот говорили про факторы, я считаю, что сейчас основным фактором является Европа, и именно там будет, в общем, решаться судьба, и там будет перепутье, куда мы пойдем в другую сторону. На мой взгляд, возможно, два сценария. Сценарий первый. Когда в Европе решаются вопросы по созданию кредитора в последней инстанции, то есть понятно, что европейский банк будет кредитором в последней инстанции, в этом случае мы получаем двухполярную модель, когда у нас появляется второй инвестиционный центр, то есть Европейский центральный банк, будет являться эмитентом и печатным станком, да, эмитентом долгов, и в этом случае мы получаем, в общем, достаточно красивую картину, когда за счет включения печатного станка мы получаем товарную инфляцию, в этом случае, соответственно, и все товарные группы, да, в том числе и нефть пойдет наверх, вот. Я не знаю, уж хорошо это и будет для России или плохо, но нефть тогда будет стоить даже не 100 долларов существенно дороже. И эта история, мне кажется, будет достаточно длинной, ну, то есть, по крайней мере, я бы говорил, что не менее 5-7 миллионов. За счет этого, кстати, Европа и Соединенные Штаты Америки смогут решить проблему суровую с долларом. Вот, это такой, не буду называть его оптимистичным сценарием, но, может быть, какой-то более или менее стабильный сценарий. И сценарий второй, когда, я считаю, что в первую очередь за счет политического фактора, когда, вот, вот, вновь приходящие власти политики не смогут договориться, да, и народное волнение не позволено. Кредитору последней станции в Европе не создается. В этом случае мы наблюдаем развод еврозоны. Соответственно, очень резкое уменьшение потребительского спроса и за счет психологических факторов, и за счет объективных факторов. Вот, ну, и, соответственно, уменьшение стоимости того миллиона. То есть, в этом случае нефть 40 долларов. Вопрос, как Вы относитесь к рублю? Сейчас был такой момент, когда шло обновление рубля, параллельно с обновлением нефти, да, и, когда спрашивали чиновников Минкин, они отвечали, что это виноват в чему-то финансовой секторе. Хотя было оставляние по отношению и к евро, и к доллару. Вообще, как в отношении к рублю? Стоит ли открывать рублевые депозиты, полить деньги в рублях? Ну, я вообще считаю, что вот первый сценарий, про который я сказал, он, на мой взгляд, на сегодняшний, более вероятен, скорее из этого, я считаю, что рубль, в общем, достаточно крепкая рубль. И, кстати, сказать, то, что сказали чиновники, в общем, определенную правду под собой несет, потому что падал не только рубль, посмотрите на бразильский ряб, та же самая картина. Вот, поэтому, в общем, пока нефть дорогая, я считаю, что российский рубль относится к группе товарных валют, соответственно, и к эритрейд против рубля идет, и в этом случае, скорее, рубль будет укрепляться, чем ослабляться. Ну, вот, если второй сценарий, тогда, конечно же, будет плохо. Владимир Зот, вы поняли, что мы сейчас перешли уже на тему другую, на тему рубля? Перспективы, перспективы рубля, светлые они и эффективные. Да. Ну, вот теперь, что ваше мнение? Так, а что касается рубля и направления сбережений, такой вопрос, что, ну, вот, по крайней мере, есть уверенность на данный момент в одном, что, там, сбережения гембра стоит пока поопастись сделать, да, вот, исходя из, опять же, возможных сценариев развития ситуации. Вот, с другой стороны, я полагаю, что Россия, в общем, менее всего заинтересована, ну, впрочем, как и многие другие, заинтересована в дефолте и в газонах, поскольку не очень понятно, что тогда будет происходить с накоплением европейских активов, да, и какая будет девальвация. Ну, вот, если этот сценарий исключить, то, по заявлению, опять же, центрального банка на форуме «Россия-2012», курс рубля ожидается на конец года на уровне 30 рублей за доллар. Вот, возможно, вариации в том плане, что развитие событий в Европе, если оно окончательно, там, не приземлится, ну, скажем так, окончательно, оно все равно не приземлится, да, но хотя бы в 2012, но хотя бы будут какие-то горизонты, и центральный банк продолжит регулировать корзинку, то корзинку можно ожидать, там, на уровне 34-36, в том же диапазоне, где, в общем-то, сейчас она и находится. Ну, будет евро подешевле, долларов подороже, там, на уровне 32-33, а евро, соответственно, будет 37. Вот, а в целом, в целом, рубль, я председаю, что это не у Виктора, это неплохой инструмент для сбережения. Так, Василий, это просто для людей, для людей просто от политики, от фондовых рынков, которые, в принципе, хотят, может быть, заняться инвестициями, да, и мы ждут наиболее оптимальный момент, когда, именно когда все вы видите обменники, все вы видите курс доллара, как только рубль, если вдруг станет 35-36, вот в этот момент идите и покупайте акции. Это будет оптимальный индикатор, что пора к риску присмотреться. Василий, а можно тебе вопрос такой, почти интимный? А ты, вот, личные движения, какой валют странишь? Ну, в долларах. Спасибо. Теперь нам пора заканчивать, мы через пять. Хочу спросить каждого спикера, что он ждет по инвестиции РТС на конец года. Опять начинаем заниматься гаданием на кофейной гущей, я уже извиняюсь, но всем очень интересно. Кто начнет, кто у нас самый смелый? Индекс РТС, валютный, индекс на конец года. Кто готов? Давайте. Давайте. Снимаем, опять же, 140, но через 100-90. На конец года где-то 1900 пунктов по индексу РТС. Цель такая. Как бы плохо не было, чем позже будет, тем больше ты не упечатал. Поэтому на конец года цель очень бычья, очень оптимистичная. Дмитрий, ваше мнение? Я сегодняшний индекс РТС. Индекс РТС долларовый, поэтому, если сейчас уже рубль упал, у нас доллар, укрепление рубля и собственное восстановление акций. Где-то возврат, наверное, на максимум, который вы видели. В начале года мы были настроены, как я и говорил, в начале умеренно оптимистично ожидать рост с той волатильностью, которая на рынке будет присутствовать с политикой. А на уровне 20% от января к январю. Поэтому наше ожидание на уровне 1750-1800 на конец года. Все. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была дискуссия аналитиков. Организованная агентством «Деватель экспертов». Единственное в России агентство, которое занимается анализом производных фьючерсов и опционов. Наши спикеры сейчас будут поработаться в зале. Можете подойти ко мне и к Василию пообщаться. И идите на мастер-классы. Тут в течение дня будут работать интересные мастер-классы. Спасибо всем. Спасибо.